МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Орин ТВ в студии Александр Жарков. Сегодня в выпуске. Слухи начинают сбываться. Сергей Чуфистов поменял кабинет. Серьезные ДТП на улице Шевченко. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Жители новых домов жалуются на невыносимый запах. Управляющая компания бездействует. И картины юных художниц из Орска выставлены в Третьяковской галерее. Итак, начнем. Коррупционное дело на востоке области. Сегодня при получении взятки задержали первого заместителя главы Новотроицка Артема Липатова. Задержание проводилось сотрудниками региональных ОМВД и ОФСБ. По некоторым данным, занимается делом Следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий при освоении бюджетных денежных средств. Следователи проводят обыски в служебных кабинетах некоторых чиновников Новотроицка. На своей должности Артем Липатов больше года утвердили его на должность заместителя главы в конце июля 2018 года. А первый заместитель главы Оренбурга меняет место работы. Сергей Чуфистов переезжает в другой кабинет. Этот факт подтвердили в мэрии. По неофициальным данным, первый заместитель Сергей Чуфистов скоро сменит и должность. Он займет место заместителю главы Оренбурга по ЖКХ. И эта новая должность в структуре мэрии о ней решение приняли несколько недель назад. Вся эта перестановка связана с появлением нового первого заместителя. Как сообщают источники близкие городской власти, им должен стать Владимир Ильиных, экс-парламентарий из Екатеринбурга, давно знакомый с Денисом Паслером. Пока официальных сведений в мэрии на этот счет не озвучивают. Перестановка кадров, по некоторым данным, связана с тем, что вскоре Дмитрий Кулагин может уйти с поста мэра. Его место временно займет первый заместитель Владимир Ильиных. А после будет создана комиссия, его выберут главой. Схема, предположительно, должна сработать до Нового года. Пожурили, но из своих рядов не исключили. В субботу на заседании дисциплинарной комиссии регионального отделения партии «Единая Россия» было принято решение обратиться к Алексею Чистякову с требованием сложить полномочия председателя комитета Оренбургского горсовета по местному самоуправлению и правотворчеству. Однако исключать депутата из партии не стали. Напомню, в настоящее время депутат Чистяков отбывает административный арест в спецприемнике. Такое наказание ему назначил мировой суд. Депутат в прошлый вторник попал в ДТП на парковке у торгового комплекса по улице Чкалова. По словам инспекторов, составлявших протоколы очевидцев, Алексей Чистяков имел признаки алкогольного опьянения. Отмет освидетельствован, полковник отказался и был задержан. Депутат пояснил свое состояние тем, что принял лекарство, чтобы заглушить боль от старой травмы плеча. А сесть за руль его подтолкнуло ухудшившее состояние здоровья дочери инвалиды. Тем не менее, мировой судья был непреклонен. Десять суток ареста и точка. На свободу с чистой совестью полковник депутат Чистяков выйдет в день 102-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября, в 20 часов 40 минут. Алексею Валерьевичу, вероятно, придется объясниться с коллегами по депутатскому корпусу и выполнить требования однопартийцев о сложении из себя полномочий председателя Комитета по правотворчеству. Грешат пьяный ездой депутаты Законодательного собрания области. В июле свои 10 суток отсидел либерал-демократ Владимир Мирохин. Депутат пережил воспитательную критику и, как ни в чем не бывало, продолжил депутатствовать. И продолжаем о персонах. Генерал-майор Романов вошел в список уволенных президентом Путиным генералов-силовиков. В отставку одновременно ушли 11 высокопоставленных представителей МЧС, СК и МВД. В президентском указе фамилия Ефрема Романова на втором листе. В главке генерал-майор полиции Ефрем Романов был главным инспектором Министерства внутренних дел России. Эту высокую должность он занимал с начала 2015 года. До этого с 2006 по 2014 возглавлял УВД Оренбургской области. Он был одним из руководителей, которые долго задержались на этом посту. Ефрема Романова сменил Михаил Давыдов, который пробыл в главном полицейском области всего 4 года. Не увидел и сбил в ночь с 4 на 5 ноября на дороге обход города Оренбурга. По данным ОМВД УАЗ сбил 46-летнего мужчину. Водитель ехал в сторону поселка Павловка и не увидел пешехода, который двигался по обочине. В результате ДТП пешеход скончался. О других происшествиях расскажем в нашей рубрике «Ориентировка». Хотел избежать столкновения с автомобилем, который ехал впереди и выскочил навстречу. На улице Шевченко столкнулись Рено Логан такси и Киария. Ударом корейскую иномарку вынесла на обочину машина. Въехала фонарный столб, есть пострадавшие. Движущийся автомобиль Рено Логан резко остановился. Он, чтобы не допускать с ним столкновения, ушел налево, в сторону проезжей части, предназначен для встречного движения. И допустил столкновение со встречным движущим транспортным средством Киев. С Киев водитель, пассажир госпитализированы, пока ведем расследование. Автоледи и ее пассажирка госпитализированы. Транспорт получил серьезные повреждения. Автоинспекторам еще предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Такое нарушение, как выезд на встречную полосу, не лучшим образом скажется на резюме таксиста. Лобовое со смертельным. На выходных на трассе Горск-Гай произошло ДТП с летальным исходом. Водитель «Газели» выехал навстречу возле села Репина и врезался в автомобиль «Ренал». На пассажирском кресле сидела женщина 43 лет. Она скончалась на месте. Водители двух автомобилей получили серьезные травмы и госпитализированы в Орскую больницу. Однако, как стало известно, водителя легковушки спасти не удалось. В Ташлинском районе браконьер застрелил двух косуль. Все произошло в селе Бородинск. 24-летний безработный молодой человек устроил незаконную охоту. Туши животных он сложил на заднее сидение автомобиля и скрылся с места преступления. УМВД сообщает, что своими действиями браконьер причинил материальный ущерб охотничьему фонду на крупную сумму – 320 тысяч рублей. Злоумышленника задержали. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сейчас короткая реклама. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы продолжаем выпуск «Затопленные подвалы, невыносимый запах». И это неполный список проблем, с которыми сталкиваются жители домов на проезде Нижнем. Причем дома относительно новые, им около пяти лет. Чтобы решить проблемы, жители обращаются в управляющую компанию, которая находится, к слову, по этому же адресу. Но быстрее от этого проблемы не решаются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несколько дней назад в домах на проезде Нижнем начались проблемы с канализацией. Куда спрятаться от сильного запаха, жители не знают. Он проникает повсюду. Как гарантия пройдет от застройщика? Сейчас управляющая компания должна вообще взяться от застройщика, это их работа. Они должны за застройщику сказать, раз они там сделали неполадки, пусть устраняют. Осталось несколько считанных месяцев. И сколько стучались, стучались. Все равно. Водоканале нам сообщили, что 4 ноября по гарантийному письму от управляющей компании «Олимп» они прочистили колодец. А вот откачивать воду в подвале должна сама компания. Это входит в ее обязанности. Они сказали, мы откачиваем воду. Сейчас подвал открытый, слесарь пошел с насосом. Он насос, вот так сказать, с 8-го в 6-й дом, с 8-го в 6-й дом. Баленький насосик. Да что этот насос? Который дома стоит в погребе, когда зимой вода приходит весной. Этим насосом откачали все. Они вот качают тут воду в подвале. Жители уверены, что управляющая компания не выполняет своих обязанностей. Также люди считают, что, возможно, застройщик допустил ошибку при устройстве канализационной системы. Но жители недоумевают. Почему же управляющая компания не предпринимает никаких действий? На протяжении их трех дней в доме номер 6, на нижнем, это стоят канализационные стоки, дом номер 8, дробь 1. Со вчерашнего дня началось затопление. Обращались к управляющей компании. Вопрос не устраняется. В лифтах дышать нечем, дети поднимаются. В квартирах дышать нечем. Жители устали от, по их мнению, недобросовестной работы управляющей компании «Олимп». Они уже написали заявление в прокуратуру, также в государственной жилищной инспекции. Посоветовали людям направить заявление. К ним они проведут проверку. Конфликт между Орскими дачниками и местным электросетевым предприятием привел к взысканию долга. 29 октября арбитражный суд взыскал с ТСН «Садовод-2» более 113 тысяч рублей в пользу акционерного общества «Энергосбыт-плюс». Правда, для самих дачников эта новость стала неожиданной. Во-первых, по их словам, света на их огородах нет уже давно. Во-вторых, они неоднократно обращались по вопросу расчета в восточное отделение «Энергосбыт-плюс». Когда Орская электросетевая компания зашла в «Садовое товарищество» как арендатор линий электропередач, ни у кого не возникло мысли, что могут начаться проблемы. Напротив, председатели дачных обществ стали подписывать с компанией договоры. Ведь теперь сети будут обслуживать специализированные организации. Только вот иллюзиям пришел конец, когда действующие линии демонтировали вместе со столбами. А рядом стали появляться новые ЛЭП, причем высоковольтные. Это подразумевало и появление охранных зон, в которых огородничеством заниматься нельзя. Была отрезана и работающая подстанция. У нас просто до сих пор нету света, хотя имеется прибор учета, который куплен на наши деньги, который находится внутри вот этой подстанции 233, от которой мы, как юридическое лицо, имеется договор энергоснабжения, мы так и не получаем свет. Это стало основанием для обращения в восточное отделение ПАО «Энергосбыт плюс». Причем неоднократного председатель садового товарищества в заявлении обращал внимание на то, что договор с электросетевым предприятием не оформлен. Субабонентам производится незаконное потребление электроэнергии. А в итоге компания «Энергосбыт плюс» обратилась в арбитражный суд и взыскала с данного общества более 100 тысяч рублей. Мы писали неоднократно в Т-плюс, руководителю в Оренбург даже обращались, писали в нашу организацию, в энергоснабжающую организацию, по поводу провести проверку, откуда берутся показания на нашем приборе учетом, если на приборе учетом отсутствуют провода линии ВЛ-0-4. Сейчас садоводы намерены обжаловать это решение. Кроме того, требуют от Орской электросетевой компании демонтировать ЛЭП, которые были установлены вместо прежних, и вернуть линии, которые здесь работали ранее. Ни себе, ни людям. Штрафовать за прогулы в детском саду предложили власти Архангельска. Такая инициатива возникла в результате того, что пока одни родители не приводят своих детей в сад, другие долго не могут получить место. Плата в размере 5 рублей в сутки, если говорят о дневном саду, и 9 за круглосуточный. Такие нововведения в планах у правительства Архангельска. Связано это с тем, что учреждения расходуют деньги на моющие средства и многое другое. А детей в садах практически не бывает. Также платить придется всем, чей ребенок пропустил без уважительной причины. Но есть и исключения. Плата за непосещаемость детского сада будет необязательной, если имеются медицинские справки, ребенок находился в лечебном санатории или отпуске с родителями, а также по причине ремонта или карантина. Отметим, что такая инициатива возникла не впервые. В других регионах уже предлагалось вводить штрафы за подобные нарушения. Так в 2014 году благовеченские с родителей брали по 150 рублей в день за прогул без причины. Но активисты обратились в прокуратуру и такую меру признали незаконной. Считают ли правильной такой инициатива у жителей Оренбурга, мы решили спросить об этом горожан. «Не думаю, что это правильно. Мало ли какие проблемы у родителей. Может быть, они просто хотят побыть с ребенком, например, у них там выдался выходной какой-нибудь или еще что-то. Или, например, бабушка соскучилась. Да какие вообще могут быть разные самые причины для этого? Это такой вопрос, в общем, неоднозначный в любом случае. И так вот сгоряча рубить, что два дня там не привел ребенка, тебя штрафовали за это, это странно. А если действительно два года ребенка не возят, а кто-то попасть в сад не может, может быть, в этом какой-то смысл и есть. Порядок должен быть, вот потому. Нельзя попасть в это тяжело, а этот шикует, как сказать. Как считаете, штрафы все-таки правильно было в решении? Нет, неправильно. Считаю, неправильно. Почему? Ну, потому что разные ситуации бывают. Можно сидеть с ребенком, тогда, соответственно, места в саду ему не надо. Безусловно. Нужно разбираться в каждом конкретном случае. Огольно подходить к этому вопросу нельзя. В городской администрации нам рассказали, что в ближайшее время в Оренбурге подобных изменений не предвидится. Как уехать к себе домой вечером на маршрутке? Если ее нет, можно ли ощутить себя в безопасности, если каждый день по двору бегают бездомные собаки? Если стол попадет на людей, кто будет отвечать за это? На вопросы от жителей отвечала сегодня наш дежурный по городу Виктория Томина. Последний шанс уехать на маршрутке. К нам в редакцию обратилась жительница восточного поселка Тамара. Говорит, что вечером приходит с ребенком на занятия по футболу ДК-экспресс. При этом добраться даже до вокзала труда не доставляет. А вот уехать проблематично. Обратно ходят лишь два маршрута. И то 31-й полдесятого уезжает, как раз в то время, когда занятие подходит к концу. На него они никак не успевают. Остается только седьмой маршрут. Но его жители не наблюдают, хотя он должен ездить до половины двенадцатого. На такси дорого. Что же делать, спрашивает Тамара. Управление пассажирского транспорта наш вопрос услышали и записали. Женщины в ближайшее время свяжутся и подскажут, как быть в таких ситуациях и ждать ли вообще седьмой маршрут. Три собаки и одна маленькая девочка. Валентина Власенко беспокоится о своей внучке и других жителях. Дело в том, что по улице Яицкая, 105, из подвала дома постоянно выбегают три пса. По словам женщины, однажды они накинулись на ее внучку и чуть не покусали. Чудом удалось избежать ужасного. Но опасность существует и сейчас. В мае собак уже забирала специализированная служба. Однако их вернули владельцам, проживающим в этом доме, как говорит Валентина, в подвале. В администрации ситуацию взяли на контроль, обещали помочь. Еще чуть-чуть и упадет. Местных жителей беспокоит столб на улице Мичурина, 239 А. Жители говорят, что он шатается из стороны в сторону при ветреной погоде. Становится страшно не только за свою жизнь, но и за окружающих. Часто там гуляют дети. 7 октября жители буквально бьются за свою же безопасность. Пишут и звонят в разные инстанции, но все без внимания. В администрации Южного округа ответили. Специалисты выйдут на место, а смотрят этот столб уже сегодня. Только после этого будут приняты какие-либо меры. Найдены документы. Ирина Лопытова нашла полис водительского удостоверения из СНИЛС на улице Соломышской в одном из дворов. На имя Петрова Евгения Васильевича, 1974 года рождения. Просьба потерявшего откликнуться и позвонить к нам в редакцию. Номер указан на экране. Мы передадим вам контакты Ирина. Женщина готова вернуть пропажу. Новости для любителей животных и всех тех, кто наблюдает за тигренком Гектором. Недавно официально заявили, что теперь животное не сможет свободно бегать в дикой природе. Он останется под опекой людей. Сейчас за его состоянием следит челябинский ветеринар Карен Длакян. А все из-за того, что какой-то подлец однажды хотел позабавиться и украсть маленького тигренка, повредил ему задние лапы. Чудом за него вступилась тигрица. А что, все по делу. Мужчине грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает челябинский журналист Татьяна Авдеева. Не совершайте неосознанных поступков и делитесь своими новостями с дежурным по городу. Картины оренбургских школьниц выставлены в Третьяковской галерее. В минувшие выходные в Третьяковке открылась выставка, где представлена работа юных художников со всей страны. Среди 19 участников выставки Алина Беляева и Настя Депутатова из Орска. Они стали победителями конкурса, который проводился в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Его цель – развитие детского творчества и сбор средств на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Конкурс среди детей проводился по разным направлениям. Вокал, актерское мастерство, фотографии, изобразительное искусство и другие. Организаторы специальной экспозиции, крупнейший мобильный оператор МТС и Государственная Третьяковская галерея. В Главном музее национального искусства представлена работа юных художников, победителей масштабного интернет-конкурса. На протяжении года его участники на сайте благотворительного проекта «Поколение М» бесплатно учились изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи. В итоге были выбраны 19 работ. «Искусство Поленова и его любовь и к безлюдным пейзажам, и к пейзажам, где важной составляющей становится архитектура, это все нашло отражение в тех работах, которые представлены сегодня на выставке. Хотел бы сказать, что это был непростой процесс отбора вещей». Зельфира Трегулова не случайно упомянула имя выдающегося русского художника, одного из реформаторов, который принес понимание пленерного этюда как самостоятельного произведения Василия Поленова. Именно в эти дни в Третьяковке открылась выставка этого художника, на которой побывали победители проекта «Поколение М», прежде чем представить свои работы. «У меня похожая ситуация, тоже первая картина, я в ней была не уверена, в этой картине. И у Поленова тоже, в московской дворике я читала, что он тоже был не уверен в ней. Но в итоге она стала победой». Настя Депутатова изобразила лошадей Приживальского в Оренбургском заповеднике. То, как юный художник подошла к своей работе, не могло не впечатлить жюри. В итоге ее картина в Третьяковке. Еще одна жительница Орска Алина Беляева перенесла на холст Орский музей. «Нашла я его на фотографиях книги, которые рассказываются про наш город. Город в фотографиях и в рассказах, в историях вся запечатлена именно фотографиями в этой книге. Меня заинтересовало это здание, потому что оно музей, как бы считается. И оно еще такое яркое, оранжевого цвета». Орские девушки – победители благотворительного проекта «Поколение М» приняли участие в мастер-классе, который прошел в творческой мастерской Третьяковской галереи. «Если мы стоим, грубо говоря, на природе, Лена, у нас состояние очень быстро меняется. И самое главное – это взять отношения неба. А уже потом выстраивать тени и свет, поскольку небо меняется каждые буквально 10 минут». «Многолетнее сотрудничество с Третьяковской галереей в рамках благотворительно-образовательного проекта «Поколение М» в части изобразительного искусства, где педагоги Третьяковской галереи формируют бесплатные онлайн-курсы для детей, где они могут пройти уроки, взять уроки мастерства и, собственно говоря, развивать свои навыки художественные». Важная составляющая программы «Поколение М» – вся активность на сайте или в группах МТС конвертирует в «Живые деньги», которые переводятся на лечение тяжелобольных детей. Уже собрано более 18 миллионов рублей, которые МТС были направлены на 57 детских операций. Александр Жарков, Никита Плотников, Ориен-ТВ. На этом у нас вся информация. До встречи в эфире Ориен-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин